Так, добрый день дорогие друзья! Сегодня мы идем эксплорировать одно новое место в Париже, которое очень долго было на реставрации, уже кстати 16 лет. Я, кстати, сколько живу в Париже, не помню такую долгую реставрацию. Да, это реально было, кстати, очень-очень долго. И я, конечно, говорю о заменитой самаритянке, или как ее надо тут называть, La Samaritaine. Так, пожалуй, начнем с немного истории. Название самаритянка само уже по себе интересно. Она связана с тем, что именно в этом месте, где появилась первая лавка знаменитого магазина, находился водяной насос, который качал пресную воду с сеной для парижана, еще с начала 17 века. Вот, мы находимся напротив самаритянки, вот это Пунеф, и вот приблизительно, когда его построили, вот тут был насос, скорее всего, где-то в этом месте. Так, и на этом насосе было изображение встречи между Иисусом Христом и самаритянкой, когда пророк крестьян попросил у этой женщины воды. Много лет спустя колодец был заброшен и находился в довольно плохом состоянии, и тут решил открыть свою первую лавку некий Эрнест Коньяк. Так, Эрнест Коньяк довольно удивительная личность в мире предпринимателя. Он осиротил в 12 лет, и так как надо было все-таки себя кормить, то в этом возрасте он сразу начал работать в разных лавках и магазинах разных городов Франции. Через несколько годов он едет в Париж. Кстати, у нас во Франции есть такое выражение «муты о Пари», что можно перевести как «подниматься в Париж», «подняться в Париж». Это обозначает, что человек решил попытать свой шанс в столице. Ну вот, в общем, он поднимается в Париж, и проработав несколько лет, он познает несколько неудач, он, наконец, открывается своей женой, Марией Луизе Же, самаритян. А вот приблизительно на этой улице, которая идет вот с этой стороны Пунаев, Сена, и вот сама самаритянка. Значит, он открывает самаритянку на этой улице, и через 5 лет его продажи составляют 800 тысяч франков. А еще через 25 лет, а это будет 50 миллионов франков. Что, кстати, равно в нашей диле где-то 200 миллионов евро. Когда Эрнест Коньяк и его жена уйдут из жизни, то продажи магазина перевалят за 1 миллиарда франков, что должно быть равно где-то 3,5-4 миллиарда евро. Так, давайте посмотрим немного на архитектуру здания. Вот якобы главный вход. Ну, на самом деле, входов тут несколько. И зданий, кстати, тоже несколько. Это как бы один из первых, это другой, и еще там есть еще один. Но главное нас интересует именно вот это здание, ну, вот с названием Самаритян сверху. И тут разные лозунги, ну, это продукты, в которые продавалось, униформы, трава и работа, ша-сапота, шемиз, шапо, шляпы. Давайте пойдем внутрь. Так, вот это вход. И атриум с огромными лестницами. Сейчас пойдем наверх. Вот, посмотрите, это лампы. Вот какие замечательные декоры под лестницами. Так, вот тут эскалаторы. Так, тут семь этажей, от минус первого до пятого этажа. И каждый разделен в зависимости от моды. Мужская, женская, ювелирка. И на пятом находятся рестораны. Так, вот тут мы находимся на пятом этаже. И это самый красивый этаж. Я вам сейчас объясню, почему. Во-первых, из-за этих замечательных реставрированных декоров называется фреска с павлинами. Видите, очень красивая работа. А также из-за этого витража. Я не знаю, кстати, из чего из него сделали, но мне кажется, он фильтрует солнечные лучи. Потому что тут не так сильно бьет, как обычно под витражом. Так. Так. Посмотрите, какая замечательная работа реставрации. Так. Тут находится, видимо, такая выставка алкогольных напитков. Манеты Шандон. Вот так. Так. А вот это заменитая шампанская Крюк. Бутылки, кстати, пустые. Ну, Крюк стоит где-то 100 евро обычно менял. Так. Так, и вот вид с этой замечательно реставрированной лестницы до самого низа. Ну, таких атриумов очень мало. Их обычно от Галерии Лафайет есть и в Бон-Марше. Так, а вот тут можно посмотреть вот вид с крыши Самаритен. К сожалению, эта часть недоступна, потому что там будет отель. Я чуть попозже об этом расскажу. Ну, это вживую. Это вот если бы сейчас вы посмотрели минут 20 назад, там бы вот с этой стороны на мосту вы бы увидели меня. Так, вот с этой стороны находится бар, а вот с другой стороны находится ресторан. Тут вроде открыто от 12 приблизительно мест, где можно поесть или выпить. Так, еще раз вид на это. Ну, очень красиво. Так, тут представлено около 600 разных брендов и магазинов. И тут будут в конце работать около 3000 сотрудников, когда все закончится. Кристиан Лобутен, Диор. Так, а вот тут в таком винтажном тренде показывают рекламы, которые показывали в Самаритянке. Оп, блин, посмотрите. Вот, с Кинг-Конгом была реклама. Вот, и знаменитый Ревинард, конечно, тут тоже представим. Любимое шампанское моей жены. Так, а вот с этой стороны можно вот увидеть заднюю часть, это церкви Сан-Жермендо Локсерва. А, с Союю тут несколько горгулей. Ммм. Ммм. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А вот в 70-е годы самаритянка начала испытывать финансовые трудности И со временем владельцы начали сдавать помещения другим брендам и магазинам Все это закончилось в 2001 году, когда уже находясь на грани банкротства Было принято решение продать здание компании LVMH И в 2005 году оно закрылось на долгожданной работе Тут дело не только в финансовых трудностях бывших владельцев Но также в том, что само здание было довольно старое И надо было его полностью обновить Самаритянка должна была открыться еще в 2011 году Но защитники архитектуры ставили большие палки в колеса строителям И проект из-за этого затянулся на целые 10 лет Так, в основном претензии касались именно вот этого фасада Потому что, чтобы построить такой современный фасад Пришлось уничтожить прежний, который был еще с 17 века Когда спросили у главного директора LVMH, если он жалеет Он сказал, что если бы были только финансовые проблемы Ну, если бы был только финансовый вопрос Он бы не стал это делать Ну, тут были, конечно, другие аспекты Ну, во-первых, конечно, престиж И восстановить историческое здание Я, кстати, отмечу Вот в этом Самаритане работала моя собственная мама Давным еще давно Когда она еще была студенткой молодой И приехала в Париж Так, а вот это третий магазин Самаритан Вот мы были вот этом Вот здесь тоже реставрация Тут везде, на самом деле, реставрации Со временем, тем больше, это семья Коньяка Эрнест Коньяк и его жена богатели Тем больше, они тогда начали вот скупать все эти здания И развивать вот целый квартал, где были их магазины Ну, грубо говоря, как говорило Файет тоже Вот, видите Ну, на самом деле, сделали, конечно, хорошую работу И, конечно, разбогатели Они вот свою богатство очень много вложили в искусство И так как у них не было наследников У них не было детей, к сожалению Они отдали вот все свое искусство в музей, который носит их имя Музей Коньяк-Жаев И который находится в Париже Который можно, кстати, посетить Я думаю, как-нибудь туда тоже схожу Ну, и вам, соответственно, покажу Так, вот ресторан называется Эрнест Как Эрнест Коньяк И вот совмещение вот новых стилей Вот с одной стороны новые здания в новом стиле А вот с другой, что было ресаврировано в старом Когда LVM взялся за этот проект Они потратили 750 миллионов евро на его реализацию Также тут было построено сорт жилье И детский сад для детей Так, вот снова это здание И вот соединение между этими двумя магазинами Кстати, вот видите, на этих, на фасадах написано С. Самаритянка и ЕС Эрнест Коньяк Вот это вход в офисы Так, хочу сделать одно маленькое апорте Насчет этого народа, самаритяне Они, кстати, вот до сих пор существуют Их около 800 человек Живут они на территории, грубо говоря, между Палестиной и Израилем И так как их очень мало И многие женятся между собой То тут много холостяков И тем более, если учитывать, что, ну, риски смежанной крови Что шареваты болезнями, генетическими дефектами Многие пытаются найти себе жены за рубежом И вот в связи с этим Они вот консультируют специальное агентство Чтобы им найти жены И очень много нашли себе жены в Украине Потому что, ну, еврейская община Вот почему-то пошла там искать им жены Кстати, на самом деле Замечательная бизнес-идея Вот только евреи могли догадаться Найти иноверцию жен в Украине В принципе, почему бы и нет Так, но, скажу вам честно Сабаритянка еще не закончена Вот именно с этой стороны Будет находиться отель Под названием Le Cheval Blanc Или, если переводить, Белый Конь Белый Конь, почему такое название? Ну, во-первых, потому что Белый Конь это довольно аристократично И потому что Он будет находиться вот с видом Вот тут у него будет замечательный вид На остров Сите Вот с этих номеров Я думаю, что вот там будут Самые люксовые номера И вот вид прямо на статую Генриха IV У которого по... Ну, не по легене, а по факту Был как раз Белый Конь Который он брал Собольный на поле битвы Так, и в этом отеле Будет тоже работать Знаменитый шеф Арно Донкеле Который прославился в ресторане Золотая волна Который находится в Сент-Трапезе Трехкратные три звезды Мишлена И тут, кстати, в этом отеле Тоже будет один из самых больших Частных бассейнов Парижа Ну, так же ждем открытия Оно планировано к сентябре К сентябрю Ну, вот все Так что прощаемся с этим зданием Самаритянка Надеюсь, вам понравился До скорого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok